Пытался противостоять всем этому, и, естественно, его изничтожить. А психотропное оружие действует в межской виде излучения? Психотронное. Психотронное. Я слышала, вот такие сооружения, стеклянные пирамиды, ставятся на многие современные здания, и практически никакой практической роли они не могут играть. Просто такая стеклянная пирамида стоит наверху, небоскребы. Хотя это не обязательно. И сейчас и спутники тоже летают. Сейчас это спутники вывели пост после психотронной установки. А противостоять этим не можно? То есть я понимаю так, что они подавляют силу воли у людей в каких-то там определенных ситуациях. Ну, крайне тяжело. Только это... Только любовь может спасти. А вот почему-то Добловацкая все-таки вот она из той самой мировой... А, еще извиняюсь, значит, спасать золото и дубовый уголь. Она на подключке... Если создать комнату, покрытую золотом или прослойкой дубового угля, тогда это спасает от психотронного изучения. А вода, а вода вот проточная? Да, можно. То есть если под водой сидеть долго, то она не расстает. А мантру повторяйте, если бесконечную мантру, кусок. Я уже попробовал все. Я в Питере читал там 700-800 человек в зале там. Меняем всю правду, матку там. Естественно, конечно, меня там пытались изничтожить им оружие. А мне самому было интересно, сумею выставить. Какие ощущения, что сбон в ушах, да? Каким оружием они? Просто у них, грубо говоря, убирают, допустим, человека от цирроза печени. Они записывают информацию, то есть что человек там испытывает, как клетки разрушаются. Короче, другой, пятый, десятый человек убирает от цирроза печени. Короче, они знают, что происходит с клетками во время этой смерти. И потом эту информацию переписывают на жертву, на любом расстоянии. И у человека начинается печень разрушаться. Или убирает она. Не, ну как мне создают печень? Это братского тела. Ой, ай, что такое? Он не чувствует, что к нему эта информация приходит? Чувствует. Боли страшные там, что... Меня водили так вот, я в холодном поту, мне к стенке поставят, я клемаюсь, защищусь, тогда опять на ленцию ведут. Вот так меня водили. То есть час один орган бьют. Через пару часов средущий орган, через пару часов средущий орган. То есть они знают биоритмы человека, и когда у него самый слабый орган. Ну суточные ритмы есть, индивидуальные. И у них операторы 24 часа в сутки. Операторы меняются и бьют по этим органам чередой. И по кругу потом все. И находят где самая слабая точка, и пробьют обязательно. Потому что невозможно 24 часа в сутки оборону держать. Хотя я думал, что я там круче тучи, я все это знаю, умею защищаться. И защищался. Мне было интересно, как я сумею там противостоять всему этому. Пробью так я одну другую защиту, пробью я другую защиту там. И в конце концов меня достали так ночью, что я уже понял, что умру. То есть боли такие, что я там в квадратной комнате пятый уголь искал. Я понял, что умираю. И осталось только обратиться там к роду. То есть, как говорится, что если вы будете... Я все ваши стрелы приму в щит. Но если вы будете настаивать, я пошлю одну стрелу. Стрелу любви. Да? Помните это? Ну и то же самое, и другого выхода нет. То есть, когда человек раскрывается, он эту энергию через себя может пропустить через ахаратный столб. И тогда эта сила уже бьет не тебя, а эгрего. Самое мощное, конечно, это родовое эгрего. Два канала, и родовой, и духовный завиток волос. Они соединяются в мощный канал такой, ахаратный столб такой. И можно эту энергию пропустить туда. И другого выхода защититься нет просто. И оттуда что происходит? Возлюби врага своего, и ты соберешь ему горящий уголь на голову. Так же? Получается, что он зарядил конденсатор на 12 вольт, а попадает в розетку где-то 220. Ну просто конденсатор взрывается. Так и здесь происходит. Оператор сразу с ума сходит, погибает. При этом там. И потом я слышал, мы говорим, что там астральная булавка, а тут астральным ламом. И меня сразу перестали тромать. А вы что делали в этой практике? Ну просто сказал, прости им, не веду, что творят. И пропустил это все туда. Энергию, ну как ты не защищаешься. Ну астральный сюда. Да. И туда его направляешь. И потом оттуда, насколько маятник сюда оттянули, а оттуда еще засасывает, как в пыль. И бьет стуточку, откуда вылетело. И потом на следующий год переехал, мне так попробовали, а оттуда бум, мне все, так я попробовать не буду. Ну поэтому и живем до сих пор. А это каждое из вас, конечно, придется через это проходить. Или текать нужно. Но сейчас, например, спутник может обработать территорию, равную Краснодарскому краю. Скажут, идите вешать. И люди пойдут вешать. Скажут, даже если идут в угол. Сейчас в ближайшие годы собираются записать. 29, кажется, спутников еще от Китая, от нас, Америки.